Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовал режим столкновения. Это один из моих любимых режимов в данной игре. Дело в том, что я не сильно люблю режимы, в которых танки летают, бодают друг друга я за нормальные стандартные танковые баталии. Но это мое предпочтение и я не распространяю его на всех и не говорю, что кто-то не прав, кому нравится гравитация и так далее. Чем мне нравится данный режим? Данный режим не гробит вашу статистику, в принципе, как и все режимы. В каждой команде 5 бойцов, а не 7. И бои проходят на участках ограниченных по карте. Соответственно, вы не должны кататься прям по всей карте для того, чтобы найти себе соперника. Чем хорош режим? Режим хорош тем, что за время боя, которое у вас будет, вы получаете те же самые результаты по серебру, по опыту, по зарабатываемому опыту экипажа. Короче говоря, ребят, по всему, что вы получаете по результатам обычных боев, вот все то же самое вы получаете и в столкновении. Только бой проходит, как правило, в 2 раза быстрее. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что если, допустим, у вас есть желание прокачать себе, вот как сейчас едет АТ-8, и обратите внимание, еще АТ-8. А знаете почему? Не потому, что это крутые машины в этом конкретном режиме. А потому, что ребята хотят прокачать себе бабаху и при этом не похоронить свою стату. Кататься на АТ-8 по всей карте большой крайне дискомфортно. А здесь, в этом режиме, им действительно очень удобно, потому что маневров, ну, не так уж и много. Мало куда ты можешь здесь поехать. Поэтому столкновением он и называется. Это первый позитив. Скорость прокачки ветки, которая, скажем так, может, как я уже сказал, похоронить вашу статистику. Что еще хорошего в данном режиме? То, что вы играете в 2 раза меньше времени, то есть можете сыграть большее количество боев. Кто-то скажет, а в чем позитив? Позитив заключается в том, что если у вас есть боевые задачи или клановые боевые задачи на количество сыгранных боев, на количество побед на определенных видах техники, то в конкретно данном режиме вы действительно с легкостью можете такие боевые задачи выполнять. Да что ж такое? Блин, неужели не смогу попасть в него с этого укромного места? Еще одна попытка? Вот, нормально. Так вот, ребят. В данном режиме вы реально можете быстро прокачивать себе ветки, не гробить свою статистику, накидывать урон. При этом, ребят, вы будете получать все те же самые результаты по бою и все, что вы нафармите, что и в обычных боях. Что хочется посоветовать? В этом режиме никогда не пытайтесь ехать сразу на передовую. Он хоть и называется столкновение, но играйте всегда плюс-минус сдержанно и таким образом вы будете получать лучшие результаты. Подождите, пока ваши союзники поедут в бой, засветят, ну а соответственно вы отработаете по засветам и получите классные результаты. Кто-то скажет, что это кустарный вид боев, порой и на передовую стоит, безусловно, поехать, но все-таки мы-то за результаты боремся в первую очередь. Поэтому результат боя победа с нашим, в принципе, участием в ней я набросал не очень много, я накидал всего лишь 900 единиц урона. В своей команде по результативности я занял среднячок, третье место как с начала, так и с конца. А теперь давайте посмотрим на результаты того, что мы получаем. По результатам, ребят, мы получаем, в принципе, все то же самое, боевой опыт, свободный опыт, опыт экипажа. Реально все то же самое по количеству начисления, что и в обычных боях, в обычном режиме. Таким образом, ребят, данный режим действительно поможет тем ребятам, которые не донатят в игру. Ум, кто не может купить себе свободного опыта для того, чтобы быстро прокачать какую-то веточку. Поэтому заходите, играйте, получайте удовлетворение, напишите свое мнение по поводу данного режима. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok